Всем привет, друзья, с вами Григорий Григорьевич, это уважаемый город Майнкрафта. Я извиняюсь за отсутствие видео по городу, это связано с учёбой, то есть у меня просто вышла полученная нагрузка на меня, так сказать, надвигается с нами из-за того, что мне скоро будет в феврале, мне нужно будет взять ОГЭ по русскому языку, то есть устно, дальше в мае по ЛГЭ по математике, по русскому языку, так что придётся, можно сказать, откладывать все эти свои планы, не связанные со школой на потом, как говорится, то есть как минимум до июня 2023 года, и, можно сказать, на всех парах готовится к ЛГЭ, это грядущее. У меня вчера была днюха, был день рождения, как ни странно, у меня исполнилось 16 лет моему каналу на ютубе 7 лет. Те, кто присылал поздравления в мою группу ВКонтакте и в мою серию в Дискорд, за это было также в Телеграме, большое вам за это спасибо. Вызачу из 1400 подписчиков на канале стукнуло, как ни странно, за это подписчикам и зрителям большое спасибо. Ну, а что вы мне подарили, наверное, на этот ДР, то можете узнать это в моей группе ВКонтакте, ссылка будет в описании под видео. Ладно, сегодня я хочу показать, что я хотя бы успел за последнее время, то есть как минимум на выходных, вот. Это у нас площадь Естегнеева, вот, куда как выглядит плацдарм. Тут у нас целый парк, там немного посадил деревья, но, так сказать, озеленение парка пока что идёт, но мягко говоря слабо, просто уже, так сказать, имеет черепашьими темпами. Тем более, я не знаю, какие аттракционы надо добавить хотя бы, чтобы, чтобы там не просто тупо, а лес там лавочки. Ну, то есть, разно, не знаю, чем разно, без парк, поэтому, вот, мединтемп, всё это идёт. В общем, тут у нас памятник, а Естегнеев это, как ни странно, можно сказать, вымоченный персонаж, но, тем не менее, я решил добавить чисто историю типа. У меня в Челябинске есть, например, улица Филинга, то есть, через местных социалистов, как говорится, ну, тут же, Целинга, Лосенко, Соник Кривой. Так вот, такое же, всё это имеется в Айсадовске, правда, там, путь, памятник Пономарёва, где-то на почте Ленина, вот здесь, на Черепарковской, на Черепарковской. Улица Савичевой, у нас в внутригородском поселке Макиевский. Вот, начинается одна, ну, начинается возле ленты и идёт в самую, идёт в север, вот, и дальше, и дальше должно быть пересечение с Баласной улицей. Да и район имеет название Пономарёвский, ну, чисто подобрал фамилию, которая подошла от Ленина. Ну, понравилась фамилия, ну, скажи больше ничего не могу, всё. Ладно, в общем, в циталии добавил красные флажки на почте, кстати, вот так вот, и посадил деревья и розовые кусты. Кстати, в группе про Айсаловск ВКонтакте, так, кстати, ссылка тоже будет в описании, я опубликовал новость, что выпал в Айсаловске первый снег, но, как бы, странно, не звучало, но у меня в Челябинске тоже снег, снежок выпал первый, это, ну, правда, у меня как игра успела расстроить, даже на один день я в группу, точнее, когда игр в Майкер поставила, текстуры снежные, чтобы вот показать, что там да как. Ну, вот, и дальше у нас просто, я не придумал ничего лучше, чем просто посадить деревья на почте. Ну, ну, я раньше планировал танк сделать памяти к танку на почте, но что-то у меня не вышло, к сожалению. Отсутствие, как говорится, ну, опыта заставить суподобного. Вот как-то так, друзья. Следующее обновление этого же, вот, я тоже об этом писал новость в ВКонтакте в группе про Айсаловск. Это связано с тем, что появился бассейн у этой школы. Сейчас посмотрим, какого он умер вообще. А если что, это на улице первого старителя, вот, школа номер восемь. У этой школы появился бассейн вот такой-то отдельный. То есть, так уж, что-то я решил добавить и бассейн в связи с последними событиями, мол, типа, появление нового школьного предмета, то есть, типа, плавание. Проблема в том, что не во всех школах, точнее, почти в 20% школах нету бассейна, поэтому я решил добавить его, сделав его, пристроив ему бассейн. Ну, еще я добавил, добавил футбольную площадку. Пойдем. Ладно, давайте вкратце пробежимся, что там да как. Вот у нас проход в бассейн школьный. Тут у нас две раздевалки, мужская и женская. Вот. Душевые кабинки. Вот. Такие вот. Тут у нас сливные коллекторы, подсветильники. Слово, они водонепроницаемые, то есть, они не перестают работать, даже если попадет вода. Вот. Дальше. Вот такой вот коридор. У нас пацаны и девчата выходят и перебираются сюда, в бассейн. Тут сиденья, сидушки. Дальше сам подъем. И сам бассейн. Бассейн получился глубиной 2 метра. Вот так глубоко. Вот так. Тут также светильники. А тут просто покелы стоят. Вот. Вот такой вот бассейн. Слово. Слово. Пока что есть два школьных бассейна. Это один у нас на первом строителе, а второй у нас на Щербаковской улице. Вот. Даже, можно сказать, прямо на ваших глазах я телепортировался. Такая же школа, там тоже бассейн имеется. Все то же самое. Так что особо показать там особо-то и нечего. И добавил вот эту вот многоэтажку. Кстати, вот планирую еще детский сад добавить. Но что-то. Тоже, как говорится, медленно темпами. Сегодня я убрал немного зелени. Вот здесь вот. Ну, пришел пожертвовать курицу. И, возможно, детсад появится в этой части строящегося микрорайона. Кстати, вот здесь вот. Здесь уже, можно сказать, невидимая граница с Кировским районом. Вот так. Вот. И вот здесь будет детсад, и, возможно, рядом со школой, рядом, или рядом с этим живым домом. Ну, и вот. А вот здесь, возможно, за торговую кубикса юбилейную я, можно сказать, проведу зеленение. То есть, постажу дерево. Все. В принципе, это все, что я успел вам сказать, друзья. Понравился вам ролик или нет решать вам. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Залетайте ко мне в группу ВКонтакте. Настирайте спорты и мой чат Телеграм. Ссылки в описании под видео. Не забывайте также. Залетайте также. Узнавать новости в моей группе про iOS в ВКонтакте. Ссылка тоже под видео. Разумеется, вы можете поддержать мой канал Копеечка. И для этого есть Данейшн Алерт. Ссылка тоже под видео. Также есть в Яндекс.Зен и Рутуб. Ссылки тоже под видео, так сказать, в описании. Ну что ж, с вами был Григорь Эджерт. Я ИЖС, основатель и владельца города Эстатовская. Подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. И до новых всем встреч.